Здравствуйте, меня зовут Круглов Роман и я являюсь преподавателем по рисунку и графике в проекте Художник онлайн. Мы рады представить вам наш обновленный курс по графике. Мы оставили из первой версии курса наиболее удачные работы и записали шесть абсолютно новых. В рамках этого курса мы поработаем над различными задачами и в разных жанрах. Также мы поговорим о разнообразии мягких материалов, об их возможностях и свойствах. Курс мы начнем с несложного задания, где мы изобразим фрукты, то есть поработаем над большой крупной формой и поговорим о передаче объема предмета. Рисовать мы будем углем и угольным и ретушным карандашами. Далее мы продолжим знакомство с мягкими материалами и сделаем работу на тонированной бумаге, черным соусом и кистью. Также тонировку будем выбирать при помощи стерки и изобразим с вами натюрморт с стеклянными предметами и яблоками. Также в рамках курса мы с вами поработаем сепией и изобразим в одном из заданий хижину на воде. Поговорим об выразительности силуэта. Также в некоторых из работ мы с вами будем сочетать различные мягкие материалы и смотреть, как они органично дополняют друг друга. Одной из такой работ будет изображение архитектурной детали. Это балкона и оконного проема. Также мы с вами изобразим пейзаж с шлиссельбургской крепостью. Поработаем на тонированной бумаге и будем использовать коричневый соус, разведенный в воде. То есть поработаем кистью и далее поработаем уже сухим материалом. На цветной бумаге при помощи угля и мела мы с вами изобразим зимний пейзаж. Посмотрим, как органично соседствует два диаметрально противоположных материала мел и уголь. Далее мы продолжим комбинировать различные мягкие материалы и нарисуем с вами птицу, чайку, где больше внимания уделим именно передаче фактуры ее оперения и также легко наметим дальний план. Работать будем на цветной пастельной бумаге. В этом курсе нас будет ждать несколько натюрмортов. Один из них мы выполним с вами при помощи сепии. Поговорим о том, в каком виде бывает этот материал и будем использовать сепию в бруске, прессованную сепию и сепию в карандаше. Еще одним из натюрмортов будет являться натюрморт с тыквами, где мы сделаем подложку черной акварелью, а далее продолжим моделировать форму за счет мягких карандашей. В этом натюрморте мы с вами главным образом поговорим о соподчинении, то есть о выявлении главного и второстепенного в работе. И мы с вами изобразим пейзаж, поработаем сепией как в жидком виде при помощи воды, так и сухим материалом. Поговорим о разнице фактур и изобразим великую китайскую стену. Уроки в данном курсе выстраиваются от простых задач к более сложным, и поэтому данный курс подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже работал мягкими материалами и хочет закрепить свои знания. Буду рад видеть вас всех на этом курсе.